Там будет показана линия низа юбки с сатурной под запасом на шок и сутюжить и так прямая юбка приточать корсаж выше кромки 0405 то что касается силков по талии вот чтобы в будущем вы видели что именно кромка корсажа прикладывается к силкам но силки имеют свойство попадать поэтому я вам советую вместо силков нитку вперед иголку какую-то контрастную проложить и ее оставить в этом образце напишите пожалуйста заменить силки по линии талии на меточными стежками принести 2 2 петли и четыре крючка это мы сразу и ко второй юбке то есть к этой юбке по идее нужно два крючка две петли и два крючка ко второй поэтому напишите принести две петли и четыре крючка они из разного размера очень крупные не берите дальше приточать косую бейку по линии низа собственно говоря вы уже можете ее доделать до конца я не думаю что будут какие-то проблемы вы видели в образце как это делается сейчас еще раз покажу а потом мы запишем и так вот вы приточаете в ширина шва напишите ширина шва 0405 ширина шпаном 4 05 а вот потом вы должны будете срезать запас на шов но вы его можете срезать сразу в круговую весь чтобы ширина шва 3 сантиметра было как на одном так и на другом полотнище просто вы один срез окантуете косой бейкой а на втором полотнище срез вам нужно будет обметать петельными стежками или на горлоке имитация горлочной строчки все что есть поэтому решите выровнять запасы швов до 3 сантиметров по всей линии низа срез без косой бейки обметать петельными стежками еще раз говорю это любые могут быть стежки срез без косой бейки обметать петельными стежками любые кроме косы срез без косой бейкой обогнуть бейкой и проложить строчку в русло канта как это вот вы обогнете срез то что я показываю здесь как получается страна открытый срез и и прокладываете строчку в русло канта то есть по изделию но близко к самому канту и в таком виде все это утюжьте естественно в таком виде приносите итак это то что касается прямой юбки дальше сразу напишите юбка колокол юбка колокол приточать верхний пояс сейчас те у кого есть мы его хотя бы приколим к сожалению очень мало у кого он есть почему сейчас записываем домашнее задание по нему вот посмотрите девочки сами убедились даже сегодня некоторые поиск правильно выполнен всего там у двоих у троих в прошлый раз у многих не было этого сделано делали на бумажке вот не закололи правильно не сделали сегодня принесли с ошибкой значит как следствие дома переделывать и следующий этап у вас накапливается старайтесь все таки ведь задание домашнее было вот такусенькое только один пояс вот перестрочить с двух сторон и все то есть у нас еще раз говорю сейчас вы не успеете оглянуться даже если мы отодвинем с вами на два занятия блузу то все равно дальше следующие образцы по блузам там целый урок мы кроить их все будем там другие ткани более сложные линии то есть тоже у меня образцы образцы а как же без образцов никак вообще без образцов никак образцов там меньше там три образца один полуфабрикат и узкий рукав и разрезы в рукавах полуфабрикат но там разрезов много но дело в том что технология все равно более сложная там один воротник пока вы заготовите вы может быть как хуже чем молния будете перестрачивать 25 раз круглые концы воротника чтобы они были симметричными поэтому работы много еще добавится плюс да и начнется процесс моделирования сейчас вам никакие основы заготавливать не нужно а там заготовить основу это уже не юбка которую вы даже если дома не сделали пришли здесь быстренько пять линий провели а там вы дома будете часа по четыре основу только одну заготавливать если не по пять-шесть вместе с рукавом сразу говорю что там никакие копии делать или там по иголочкам нет смысла ваша задача постепенно вы потом научитесь вы будете помнить все эти цифры наизусть и будете уметь строить нам нужно научиться строить если вы не будете заготавливать эти основы построить только одно основу потом на себя вы ничему не научитесь это я вам говорю точно поэтому там сразу увеличится объем домашнего задания по времени за счет заготовки основы так что давайте постараемся максимально вот я все таки тогда дам вам эти два занятия чтобы вы все таки максимально постарались подтянуться и так что с линии низа ее с утюжили вот на этом этапе у нас все выполнено у нас одно полотнище тоже по разному будем обрабатывать одно полотнище будет с открытым срезом другое с закрытым срезом поэтому пишем на одном полотнище по линии низа запас шва подрезать до 2 сантиметров срез отметать как обметывать здесь только два варианта либо это петельные стежки ну или домашний оверлок или оверлок но с дифференциалом с посадкой потому что в противном случае все что вы с утюжили если вы на машине будете обметывать или обычно оверлоком без дифференциала без посадки то у вас все это опять растянется поэтому здесь либо на руках обметать либо еще раз говорю оверлок но с дифференциалом но они сейчас современно не все с дифференциалом там либо рычажок который переставляет либо регулятор который вращается если вы его в одну сторону крутите не могу сказать там плюс-минус какие там значки стоят в одну сторону крутите и обрабатываете он вам растягивает ткани обметывает а другой наоборот припосаживает обметывает вам нужно то что припосаживает но имейте ввиду что там же он тоже несколько у него положений если вы очень сильно припосадите то вы красивые не обметаете и это будет излишне много поэтому сначала потренируйтесь на кусочки ткани если вы никогда этого не делали итак это одно полотнище мы только подрезали до двух а второе у нас с вами ну изначально краили три с половиной четыре сантиметра да мы говорили значит второе полотнище пишем второе полотнище подрезать до трех сантиметров один сантиметр отогнуть наизнанку приметать на расстоянии 0,7 от верхнего сгиба значит посмотрите вот у вас три сантиметра так вы все допустим подрезали выровняли два сантиметра на самом деле вам даже вымерять ничего не нужно потому что я умышленно всегда даю от сгиба вверх отложить два сантиметра и проложить намёточные стежки по которым вы как раз с утюживали поэтому у вас этой линии есть вам только одно полотнище надо по этой линии отрезать а на втором полотнище по этой линии отогнуть запас шва наизнанку туда вовнутрь с подгибкой и на расстоянии 0,7 от верхнего сгиба приметать насквозь потому что в следующий раз линия низа должна быть подготовлена и мы будем учиться с вами подшивать а сквозь и лицевой как бы сквозь всю юбку, да? да, да все вместе насквозь, три слоя получается ткани так, что сейчас делаем пока тетрадь откладываем в сторонку и работаем с этим образцом приточать пояс мы написали же приточать верхний пояс значит, линия низа сейчас что вы можете сделать на одном полотнище меловую линию наметить 2 см если вы не точно изначально нитку прокладывали на другом 3 см срезать и сантиметр отогнуть наизнанку и сразу насквозь приметать те у кого есть пояс работают с поясом но сначала все должны посмотреть как работать с поясом и так вот ваша юбка у вас есть переднее полотнище вы теперь безошибочно можете его определить потому что молния слева находится со стороны переднего полотнища у вас молния в точно под складку со стороны переднего полотнища как раз та самая складка а со стороны заднего полотнища у нас никакой складки нет вот со стороны переднего полотнища вы будете пояс приметывать вровень каким образом мы это делаем мы с вами говорили что машинную строчку нужно прокладывать не доходя до нижнего сгиба там где тот сгиб который вы огибали корсаж не доходя до этого сгиба буквально там где-то пару миллиметров да полтора два миллиметра с какой целью мы это делали вот когда вы вывернули вот у вас есть уступ этот уступ он как раз без корсажа то есть это и есть верхний пояс и посмотрите чтобы удобно было притачивать когда вы будете совмещать вот эти пару миллиметров они дают вам возможность немножко отодвинуть и проложить машинную строчку там где это необходимо ровно по линии наметки вот со стороны переднего полотнища у вас все должно быть ровно только как корсаж будете пояс перепускать относительно изделий буквально на полмиллиметра потому что все вот это вы потом должны будете туда спрятать вовнутрь да в противном случае у вас опять же будет заминаться край либо будет ступенька которой ни в коем случае не должно быть итак со стороны переднего полотнища вы скалываете ровно а со стороны заднего полотнища потому что к сожалению вы об этом часто забываете у нас заход на застежку три сантиметра вот ровно три сантиметра там где петли откладываете и прикладываете ну получается у вас не сгибом ткани на самом деле а молнией да прикладываете также равномерно распределяете посадку приметываете и притачиваете и в таком виде приносите итак значит те у кого есть пояс сейчас в первую очередь работаем с поясом те у кого пояса нет работают с линией низа но делает для себя необходимые пометки чтобы дом не допустить никаких ошибок и так и так и так и так и так